всем привет дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии это очень важно подписывайся на канал и будьте счастье касатик также напоминаю дорогие друзья что сегодня в 8 вечера по москве будет стрим жду всех приходите на стрим сегодня будет очень весело но у нас клубе по-прежнему несмотря на заявку в лиге европы наверху без изменений по прежнему нас кошмарит отлаты кукол в бейсболке со стропоном наперевес накаточная шизофреничка и хочу не буду где-то там на задворках еблан брать из два состава ну и конечно милежиков из пятерочки ай два ай два ну вот друзья давайте поговорим дозаявка в лиге европы да и заявили трех человек ну как сказать логично так и должно было быть понятно николсона купили там нападающие естественно его за и за и заявили этот себастьян перейра торговец черным деревом кабовер де лексимбург франция там опорник огромный негр с огромным хуй на перевес которого так долго я ждал да тоже заявили понятно явно игрок основы ну ежегод вот уже такой технический момент поскольку он игрок олимпик марсель теперь и он в аренде спартаке это такие условия у юфа естественно ну и как можно было жигоне заявить просто нонсенс да но каких-то там по списку бы вот какой-то вратарь волков я вообще понятия не имею кто это такой вообще да пизды ну маркетесов там заявили тоже по списку бы но он помню маркетесов был еще любимец т-деск выходил на замену не знаю там я видел спартаке 2 он ни о чем по моему заявили заявили там список б вот на то что вратаря свиного понятно для него места нет хлусевич там этот карсон который живет на крыше пруссов который хороший который чуть ли не второй черенков да бред какой-то вот тоже но не заявили и бог с ними но в принципе заявка нормальная там так должно в лиге европы быть ну конечно смущает что заявили колю рассказывал я все таки все таки практически уверен что сейчас сбагрит но не знаю для чего его заявили непонятно вообще он уже даже лысый писюн егоров подтвердил что тоже он уходит там в уран но непонятно чего его заявили там неясно мне ну и баку заявили тоже какой-то такой странный для меня баку потому что она явно приезжала еще раз повторяю она баку ненавидит лютой ненавистью она четко дала команду с ним не продлевать прям команду дала она там всем управляет вот и ничего там не его агент герман ткаченко не может сделать хотя бака хочет остаться у нас играть я еще раз заявляю что непродление баки это вредительство и террористический акт ну хотя он летом становится свободным агентом да типа хотят чтобы он там доиграли его европы а летом ушел не но может быть так в таком ракурсе хотя бы вот тоже ну понятно в целом заявка такая ясная как там будут играть какой там будет жребий шмебе там непонятно там думать о том кто там корячит на кого там попадем а если а вот лепсик тдска а наполя барселона шрифт бред сумасшедшего там никто не ясно какое будет жребий там там нет просто слабых команд и с кем бы не попал там даже брага нас выносила при этом в одну калитку при пиджаке помните и шериф нормальный который этот реал рвал там кого шахтер интер да приличная команда нет там никого слабых не говоря же про барсу и напали потом плей-офф это два матча не групповой турнир там совсем европейские клубы по-другому относятся ну так друзья в целом хотелось про эту заявку сказать да про вчерашний товарняк уже все сказал в принципе все видели так что ждем товарняка который будет в пятницу с этим чемпионом малайзии там статью маурисия играет наш чемпион при карере очень мне был симпатичный игрок помните из лацева был в аренде и он забил очень важный год тогда головой тереку и запомнился какой-то праздновали гол по моему глушакова амкару он был на костылях или гифте прибежал даже со всеми праздновать там на одной ноге нам какие-то агентские дела его там не заявили не знаю хороший был игрок вот но это так мое личное мнение вот такие вот новости друзья в целом видите так неожиданно лига европы так стрельну все это накатывается девятым валом да как это и падает финист стремительным домкратом помните как ульфа и петрова этот поэт который гаврилиаду разносил ляпи струбецкой вот посвящается хиничлег но мы не будем хиничлег посвящать да мы все посвящаем на каточные шизофренички вот вот такие вот новости друзья кубок россии надвигается лига европы рпл уже вот-вот стартует так сказать товарники сейчас ну вот как то так дорогие друзья так что будем ждать еще новостей в принципе будем ждать когда конечно топорник дебютирует конечно него хочется в деле посмотреть ну пока что вот так все вот эти новички этот николсон пока не о чем там не знаю тут прутсовы шмутсовы классы найти тоже свиного так все это конечно даже все эти игроки даже опорник это не для чемпионского состава не для борьбы за золото для борьбы за золото нужно таких как моза с наш еще включая моза 45 человек и мотивированных больше чем моза вот тогда можно бороться за золото условных там чтобы промис такой был моза так они подняли себе мотивацию там трех еще докупить фернанд луис адриана там с маленькой буквы тогда можно а вот это все это все это не для титулов друзья это вы должны не хуже меня понимаете в год столетия клуба рассчитывать там как он кубок там возьмем с хуев ли карл какой кубок вообще там не хочу говорить но как-то так дорогие друзья обсудили заявку лиги европы еще раз напоминаю сегодня 8 вечера по москве стрим всех жду всех люблю обнимаю до новых встреч в эфире в эфире